Китайская компания Dunfin наконец-то открыла продажи семиместного кроссовера DFM 580, на презентации которого мы побывали еще в декабре. С тех пор в Китае модель уже успела пережить рестайлинг, а нам пока предложена дореформенная версия. Причем выходит она на рынок в единственной модификации с бензиновым атмосферником 1.8, 5-ступенчатой ручной коробкой передач и передним приводом. Более мощный турбомотор, к которому предлагается 6-ступенчатая механика или вариатор, уже сертифицирован, но в продажу поступит позже. Передняя подвеска паркетника — это стойки Макферсона, задняя полузависимая балка. DFM 580 выставлен в одной комплектации, на 17-х колесах, с двумя подушками безопасности, обивкой из кожзаменителя, люком и кондиционером. Есть медиасистема с 8-дюймовым дисплеем и камера заднего вида. Заряженный кроссовер Skoda Kodiaq RS так и не добрался до российского рынка, но успел прославиться еще до своего дебюта в Европе. В прошлом году знаменитая Сабина Шмидт за рулем дизельного паркетника установила рекорд Нюрбургринга для семиместных машин. Пока что этот результат никто не превзошел, но кандидат имеется. Это Kodiaq RS, доработанный отелье Abt Sportsline. Заменой блока управления немцы добились прироста мощности в 30 лошадиных сил и 40 ньютон-метров. В результате паркетник с 7-ступенчатым роботом разгоняется с места до сотни на 0,2 секунды быстрее стандартной версии. В подвеску внедрены укороченные пружины и оригинальные 20-дюймовые диски. Цену тюнинг-пакета компания пока не сообщает.